Девушки отдыхают Дело в том, что среди многочисленных вопросов, содержащихся в письмах, потому что я их тоже получаю, многие спрашивают, почему я не спел вот в этой картине нашей пятисерийной, хотя имелась возможность для этого спеть и воровые песни, спеть какую-нибудь лирическую песню о работниках розыска. Вот, ну как-то не случилось, я думаю, в этом виноват и режиссер-постановщик, он решил, я думаю, быть оригинальным просто, чтобы вот если у него снимается Высоцкий, то он, в отличие от других картин, не поет. Ну, если имеется жажда, хотя я должен сказать, что с режиссером-постановщиком этой картины нас связывает, кроме многолетней дружбы, еще многолетнее творческое содружество. И первая эта картина как раз, самая первая, которая называлась «Вертикаль», это была и его первая картина, и моя первая картина в том смысле, что я там был как автор. Я впервые написал песни в этот фильм как автор. Я был автором текста и автором музыки. Сейчас эти песни будут звучать даже для меня, как абсолютно новые, потому что прошло очень много времени, и если, я надеюсь очень на это, будет когда-нибудь прокатана, когда-нибудь снова показана картина «Вертикаль», вы их услышите полностью, а я сейчас просто постараюсь вам напомнить, ну, такое будет маленькое пупури, что ли, из песен из этой картины. Если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так, если сразу не разберешь, плох он или хорош, парня в горы тяни, рискни, не бросай одного его. Пусть он в связке в одной с тобой, там поймешь, кто такой. Еще была такая песня, может быть, даже я ее всю не вспомнил, но хотя бы начало. Здесь вам не равнина, здесь климат иной, идут лавины одна за одной, и здесь за камнепадом ревет камнепад. И можно рискнуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. И можно рискнуть, обрыв, обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная трава. И самый финал картины, я помню, он был очень печальный, потому что после таких приключений романтических, которые были в горах, все спустились, конечно, с горных вершин, спустились на землю в прямом и в переносном смысле, и все расходятся, расходятся по своим делам, прощаются без всяких сентиментальностей, просто прощаются до следующего лета, вот, и звучит песня вот такая. В суету городов и в потоки машин, возвращаемся мы, просто некуда деться, И спускаемся вниз, с покоренных вершин, Оставляя в горах, оставляя в горах свое сердце. Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал, Лучший гор могут быть только горы, На которых никто не бывал, На которых еще не бывал. Ну вот, ну, и еще для того, чтобы утолить жажду, если она имеется, Особенно у любителей, конечно, авторской песни, Потому что я занимаюсь авторской песней, Это, ну, я считаю, что это просто другой песенный жанр, Это стихи, которые исполняются под гитарой, Или под другой какой-нибудь инструмент, Просто стихи, положенные на ритмическую основу. Я когда-то очень давно услышал, Как Булат Акуджава поет свои стихи, И увидел, насколько сильнее воздействие от стихов, Если их положить на ритмическую основу. Я начал пробовать делать это со своими стихами, Конечно, не подражая, Потому что, ну, если искусство пародии, Это совсем другое дело, А вообще подражательство, я считаю, занятием праздным. Я отношусь без уважения, Особенно, когда подражают внешним данным, Да еще голосовым. Сейчас появилась масса подражателей, Которые думают, что если они начнут Хриплым голосом что-то такое прокрикивать, То это сразу будет очень похоже на то, что делаю я. Я им хочу сказать и заверить их, Так, что это дело, авторская песня, Требует очень большой работы. Эта песня все время живет с тобой, Не дает тебе покоя ни днем, ни ночью. Записывается она иногда моментально, Но работа на нее тратится очень большая. Вот, и если есть впечатление, Что это делается легко, То это ложные впечатления. Я обычно рассказываю даже на своих выступлениях, Что если на чашу весов бросить, На две чаши весов, Вот на одну, предположим, все, Что я делаю, кроме песни авторской, Кроме стихов, Ну и деятельность мою, и в театре, и в кино, И на радио, и на телевидении, и концерты, А на другую только работу над песнями. Мне кажется, что эта чаша перевесит, Потому что, повторяю, Песня все время не дает тебя покоя, Скребет тебя за душу, И требует, чтобы ты ее вылил На белый лист бумаги, И, конечно, в музыку. Если ты находишь в себе силы, И все-таки садишься за этот белый лист, И все-таки находишься, Я работаю с маленьким таким магнитофончиком, Сразу пытаюсь подбирать строчку музыкальную, Если не получается, меняю размер. Но это моя кухня, Это никому не интересно. Я просто попытаюсь сейчас Восполнить вот эту вот жажду, Если у кого-то она есть, И покажу вам, Что я смогу показать, Потому что их несколько сотен, Но покажу вам несколько песен Из других фильмов, Из других спектаклей, Которые написаны мной В течение, ну, скажем, Десяти лет. Вот. Одна песня Звучит в спектакле нашего театра, Которая называется «Пристегните ремни». Это спектакль, Там есть все время ретроспекции, В войну уходит. И в середине зала, Из заднего выхода, Выходит человек, В плащ-палатке, Только под плащ-палаткой У него вместо автомата гитара, И идя по проходу, И выходя на сцену, А нет, наоборот, Он, наоборот, идет со сцены, И кончает эту песню в проходе, Как будто бы, знаете, Как будто бы инвалиды, Которые после войны Исполняли свои песни, Идя по проходу, Вот в электричке, По проходу между сиденьями. Вот я вам сейчас покажу ее, Эту песню нужно встать обязательно, Потому что она, Ее сидя петь нельзя. Итак, песня называется «Мы вращаем землю». От границы мы землю вердели назад, Было дело сначала, Но обратно ее Закрутил наш комбат, Оттолкнувшись ногой от Урала, Наконец-то нам дали приказ наступать, Отбирать наши пяги и кроки. Но мы помним, Как солнце отправилось вспять, И едва не зашло на востоке. Мы не меряем землю шагами, По напрасну цветы деревя, Мы толкаем ее сапогами От себя, От себя. И от ветра с востока Пригнулись стога, Жмется к скалам Атарра. О, земную мы ствинули Без рычага, Изменив направленье удара. Не пугайтесь, Как я не на месте закат. Судный день — Это сказки для старших, Просто землю вращают, Куда захотят. Наши сменные роты, На марше мы ползем, Бугарки обнимаем, Кочки тискаем, Зло не любя, И коленями землю толкаем От себя, От себя. Здесь никто б не нашел, Даже если б хотел, Руки кверху поднявших. Всем живым Ощутимая польза от дел, Как прикрытие Используем павших. Не пугайтесь, Когда не на месте закат. Судный день — Это сказки для старших, Просто землю вращают, Куда захотят. Наши сменные роты, На марше мы ползем, Бугарки обнимаем, Кочки тискаем, Зло не любя, И коленями землю толкаем От себя, От себя. Кто-то стал в полный рост И, отвесив поклон, Принял пулю На вздохе, Но на запад, На запад ползет батальон, Чтобы солнце Взошло на востоке. С животом погрызи, Дышим смрадом болот, Но глаза Закрываем на запах. Нынче, по-другому, Солнце нормально идет, Потому что мы рвемся На запах. Руки, ноги На месте ли, Нет ли, Как на свадьбе Расу пригубя, Всем людянам Зубами за стеблей На себя. От себя. Меня очень часто спрашивают, Почему я так много обращаюсь К военной теме. Ну, Если прослушать Много песен на эту тему, Ну, во-первых, Это вопрос, по-моему, Праздный, Это Пока Люди пишут, Пока люди сочиняют, Пишут музыку, стихи, Их всегда будет волновать Военная тема. У всех в нашей стране есть Либо погибшие, Либо раненые. Короче говоря, Война коснулась всех. Это разговор, В общем, Очень простой, Серьезный и ясный. А еще просто я хочу Для своих песен Выбирать персонажей, Которые находятся В момент риска. Каждую следующую секунду Могут заглянуть В лицо смерти, У которых что-то сломалось, Либо они ждут чего-то неожиданного. Короче говоря, Таких персонажей, Которые нервничают, Беспокоятся, А не тех, Которые там жуют Или отдыхают в данный момент. А таких писать Менее интересно. Даже, Если вы обратите внимание, Для шуточных песен своих, И то я выбираю Таких персонажей, У которых Что-то вот-вот-вот Случится или произойдет. У меня В картине, Еще одной картине Слава Говорухина, Кстати, Не только в этой, Но и ранее Им снятой картине Были песни. Ну, Я иногда стилизовал, Он просил меня написать танго, Я написал танго, Жили-были в гавани, Это значит плавали. Помнишь, Слава, Это были Две песни Для фильма Контрабанда. А вот Последняя его картина, Ветер надежды, Там было несколько песен Серьезных, Очень, Но Была еще одна песня, Такая шуточная, Комедийная песня, Которую Во время отдыха Пели молодые моряки, Где-то там, По-моему, Собравшись на баки, Под вечер, Она не очень слышна, А я ей сейчас, Как говорится, Ну, что ли, Вылечу ее, Верну ей снова жизнь, И спою ее полностью, Так, Как она была написана, Для картины, Как она была заказана, Как она мыслилась, Песня-то называется так, У нее длинное название, Почему аборигены съели Кука, Или одна научная загадка, Значит, Ну, Кук был известный мореплаватель, Он очень, Как-то, Даже по свидетельствам Историков, Был любим аборигенами, Дикарями, И вот они его любили, И все-таки съели, Ну, это бывает, В общем, Так что, Ничего в этом особенного, Ничего нового нет, Вот, И песня написана, И вложена в уста Одного из героев, Он просто потешает Рядом своих, Сидящих своих товарищей, И поет вот такую песню, Не хватайтесь За чужие талии, Вырвавшись из рук Своих подруг, Вспомните, Как к берегам Австралии, Подплывал покойный ныне Кук, Как в кружок усевшись под азарей, Поедом с восходу до зари, Ели в этой солнечной Австралии, Друга дружку слые дикари, Но почему апаригены съели Кука, За что не ясно молчить наука? Мне представляется, Совсем простая штука, Хотели кушать и съели Кука, Есть вариант, Что их не вождь большая бука, Кричал, Что очень вкусный кок на судне Кука, Ошибка вышла, Вот о чем молчить наука, Хотели кока, А съели Кука, И вовсе не было подвоха или трюка, Пошли без стука, Почти без звука, Пустили в действие Дубинку из бамбука, Тюк прямо в теме, И нету Кука, Но есть, однако же, Еще предположение, Что Кука съели Из большого уважения, Что всех науськивал колдун, Хитрец из люка, А ту, ребята, Хватайте Кука, Кто уплетет его Без соли и без лука, Тот сильным, смелым, Добрым будет вроде Кука, Кому это под руку Попался Каменюка, Метнул гадюка, И нету Кука, А дикари теперь Заламывают руки, Ломают копия, Ломают луки, Сожгли и бросили Дубинки из бамбука, Переживают, Что съели Кука. Ну, это поздно уже, Они переживают, Кука уже нет. Вот я спрашивал у смотрителя Полинезийского музея, И в Таите, Почему у них так поздно Были приняты законы Против каннибализма. Он говорит, Ну, во-первых, Это был вопрос питания, Когда-то очень давно там, У них, А во-вторых, Это поверье, Такие, что ли, Традиции у аборигенов были, Что если съесть печень Храбро сражавшегося с тобой врага, То будешь таким же храбрым, как он. Если сердце друга, То к тебе перейдет его доброта. Скажем, Если коленную чашечку обсосать, Быстрее бегать будешь, Там глаз, Стрелять лучше. Ну, короче говоря, Масса вариантов, И, в общем, Несколько советов Можно дать даже тренерам. Я это делал, Приходил туда в шубку, Говорю, Может быть, съесть парочку? Они говорят, Да мы это делали, Ну, в общем, Результаты от этого. Я хотел вам показать еще Одну песню, Если уж мне дано время, Хотел спеть вам песню, Которую звучит в спектакле Уже Московского театра Современник. Они обратились ко мне с просьбой. И сначала я ходил, Как мэтр, И учил Игоря Квашу, Который играет там главную роль, Как вроде нужно петь эту песню. Но это было глупо, по-моему, С самого начала. Задумка была глупая. Зачем Игорю Кваше петь, как я? Когда он может петь, как он? И это будет по-своему замечательно. А так как песни мои, Они все-таки решили, Чтобы звучало за кадром иногда Что-нибудь на мною написанное. Там есть и шуточные, и серьезные песни. Сейчас я вам хочу показать песню, Которая проходит лейтмотивом Через просто весь спектакль, Свой остров. Песня эта называется Я не люблю. Кстати говоря, я вам хочу сказать, Что этой песне просто продлена жизнь. Она была написана, Как ответ на многочисленные письма, Которые ко мне приходят, По поводу фильмов, спектаклей, Вот, о том, что, ну, Сами вы в жизни, Что вы любите, Ну, что вы ненавидите, Что вы хотите, короче говоря, И какие проблемы вас беспокоят. Я всегда отвечаю, Но, наверное, они есть в моих песнях. Если покопаться и прислушаться, Вы их найдете. Но уж если хотите конкретно, То кое-что из того, Что я не люблю, Отрицательную, что ли, сторону, Я вам сейчас и покажу. Так и называется песня. Я не люблю. Позвольте, я снова встану, Потому что такие песни Неудобно петь, сидя. Я не люблю Фатального исхода От жизни Никогда не устаю Я не люблю. Я не люблю Любое время года, Когда веселых песен не пою. Я не люблю Холодного цинизма, Восторженность не верю. И еще, Когда чужой Мои читает письма, Заглядывая мне Через плечо. Я не люблю, Когда наполовину Или когда прервали Разговор Я не люблю, Когда стреляют в спину. Я также против выстрелов В упор. Я ненавижу Сплетни в виде версии, Червей сомнения По части иглу. Или когда Все время против шерсти, Или когда Железом по стеклу Я не люблю Уверенности сытой. Уж лучше пусть Откажут Тормоза. Досадно мне, Коль слово честь Забыто, И коль в чести Наветы За глаза. Когда я вижу Сломанные крылья, Нет жалости во мне И неспроста. Я не люблю Насилие и бессилие, Вот только жаль Распятого Христа. Я не люблю Себя, Когда я дружу. Досадно мне, Когда невинных Бьют. Я не люблю, Когда мне лезут В душу. Тем более, Когда в нее Плюют. Я не люблю Манежи и арены. На них Миллион меняют По рублю. Пусть впереди Большие перемены. Я это Никогда Не полюблю. Вот это песни Спектакля. Теперь Я очень Серьезно Готовился К сегодняшней Кинопанораме, К сегодняшней нашей встрече И думал, Как бы сделать так, Чтобы было интересно И мне, И вам. Поэтому я постарался Спеть песни, Которые вы уже слышали. И обращаюсь Вы, Говоря, Я обращаюсь, Конечно, Только к любителям, Большим любителям Этих песен, Которые знают Почти все. Вот. И решил Спеть несколько вещей Известных, Вам знакомых И несколько Совсем Незнакомых И неизвестных. Вот песня, Которую я сейчас Хочу вам показать. Это песня, Не состоявшаяся В картине Забудьте слово Смерть. Не то, Что она не состоялась По каким-то там Причинам Нисходства взглядов Режиссера И меня просто Она не вмонтировалась, Не смонтировалась С материалом. Песня эта была Написана В очень сильном ритме И хотя события В этой картине Куда она предполагалась Эта песня Они тоже Очень жесткие И очень такие Ну, в общем Очень много Стрельбы На экране Вот Артисты Темпераментно Работают И так далее И все-таки Эта песня Не уложилась Но у меня Есть счастливая Возможность Продлить ей жизнь И спеть ее Вам В том виде В каком она Была написана Песня эта Называется Пожары Место действия Украина Время действия 19-20-е годы Пожары над страной Все выше Жарше Веселей Их отблески Плясали В два притопа Три прихлопа Но вот Судьба И время Пересели На коней А там В голоп Под пули В лоб И мир Ударила В озноб От этого Голопа 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 Копыта били дробь, трезвонила капель, Помешанная на крови слепая пуля дура Прозрела, поумнела вдруг и чаще била в цель. И кто кого азарт не перепляса, И кто скорее в этой скачке опоздавших нет, А ветер дул с костей, сдувая мясо, И радуя прохладою скелет. Удача впереди, исцеление больным, Впервые скачет время напрямую не по кругу, Обещанная завтра будет терпким и хмельным, Легко скакать, врага бедать, и друга тоже благодать, Судьба летит по лугу. Доверчивую смерть в круг пальца обернули, Замешкалась она, забыв махнуть косой, Уже не догоняли нас и отставали пули, Удастся ли умыться нам не кровью, а росой? Пел ветер все печальней и глушей, На вылет время ранено, досталось и судьбе, Ветра и кони, и тела и души, Убитых выносили на себе! Убитых выносили на себе! Вот и еще песню, с которой, безусловно, очень многие знакомы из-за пластинок. Видите, как я надергал и из фильмов, и из спектаклей, и вот теперь из пластинок. Была выпущена пластинка, в которой было несколько вещей, по-моему четыре, И среди них такая шуточная веселая песня, которая называется «Утренняя гимнастика». Я сегодня почему-то как-то повел свою беседу и свой разговор вот этот вот песенный, Как на выступлениях перед публикой, Потому что я все время чередую серьезные песни с шуточными, Чтобы вы не очень устали, но и чтобы не дать вам сильно отдохнуть. А то вы все находитесь дома, сейчас можете откинуться на спинку кресла И уснуть после трудового рабочего дня. Я бы очень этого не хотел, скажу вам откровенно. Вот, и поэтому спою вам песню «Утренняя гимнастика». Она не к месту вечером, ну что делать. Для тех, кто будет смотреть утром, она как раз будет очень вовремя звучать. В то глубокие руки шире, не спешить три-четыре, Бодрость двухграции и пластика. Общеукрепляющее, утром отрезвляющее, Если жив пока еще гимнастика. И если вы в своей квартире лягте на пол три-четыре, Выполняйте правильно движения, Прочь влияние извне, Привыкайте к новизне, В то глубокий то и сне мажения. Очень вырос в целом мире грипповирус три-четыре, Ширица растет заболевание. Если хилый сразу гроб, Сохранить здоровье чтоб, Применяйте люди об тирания. И если вы уже устали, Сели-встали, Сели-встали, Не страшно вам Арктика с Антарктикой. Главный академик Йофи Доказал коньяк и кофе, Вам заменит спорт профи Лактика. Разговаривать не надо, Приседайте до упада, Да не будьте мрачными, Хмурми. Если очень вам не имется, Обтирайтесь чем придется, Водными займись проца, Дурми. Не страшны дурные вести, Мы в ответ бежим на месте, Выигрыши даже начинающий. Красота среди бегущих, Первых нет и отстающих, Бехт на месте общепримиряющий. Вы знаете, я очень благодарен своим друзьям, Которые были моими первыми слушателями Всех моих песен, которые я сочинил. Это были ребята, как говорится, Иных уж нет. Мы жили в Большом каретном переулке. По этому поводу есть тоже песня, кстати. Называется Большой каретный. Мы жили в квартире у Лёва Кочаряна В течение примерно полутора лет. Ну, менялся народ, Но какие-то люди были все время. Каждый день мы встречались вместе. Там был Вася Шукшин, Там был сам Лёва Кочарян, Который снял, к сожалению, только одну картину. Из ныне здравствующих и работающих Это Андрей Тарковский, Это писатель Артур Макаров И ещё несколько человек. Это была такая компания, Которой постоянно, почти всегда мы были вместе. В тот период я встретил Славу Говорухина. И я ужасно, Ну, как вам сказать, Я рад, что он так Отнёсся ко мне с доверием И просто предложил написать песни для картины. Потом это уже вошло в привычку. Я стал писать для него много, Почти во все картины. Но только мне жаль, Что в фильме «Ветер надежды» Слова одной из песен, Которые я особенно люблю, Самые первые строки, Вот если я не ошибаюсь, это такие, Мы говорим не штормы, а шторма, Слова выходят короткие и смачные, Ветра, не ветры, Сводят нас с ума, Из палуб выкорчёвывая мачты. Мне казалось, Что эта песня будет звучать на первом плане, Она где-то далеко спрятана, И где-то там далеко звучит, Да ещё, по-моему, таким высоким голосом, Потому что Слава попросил меня сделать Один вариант сильный, А другой слабый. Вот он считал, Что в тот кусок нужно вставить Тихий вариант. Вот, я не был очень доволен Тем, что он это сделал. Ну, как говорит своя рука владыка, Режиссёр может делать, В общем, это кино, Это же ведь режиссёрское искусство. И когда режиссёр автор своего кино, Только тогда получается настоящая картина, Иначе кино нету получается. Это ремесло. Тогда может что любой человек, Можно любого человека научить снимать кино, Что ли? Это неправильно. Вот. Ну, это ладно, Это такое маленькое отступление. Вы знаете, Я хотел вам показать одну песню, Которую выпустил во время нашей передачи. Она шуточная песня, Но не очень, Потому что, если вы вдумаетесь, То в каждой шуточной песне Обязательно есть какая-то серьёзная подкладка. Иначе нету смысла писать, Иначе не потянется, значит, Руках перо, а перо к бумаге. Вот эта песня называется Песенка не про что, Или что случилось в Африке. Это такая, я её называю, Детской народной песней. Под неё хорошо маршировать, Она там у неё маршевая. Вот такой. В жёлтой шаркой Африке, И в центральной её части, Как-то вдруг вне графика Случилось несчастье. Слон сказал, не разобрав, Видно быть по топу, В общем так, один шираф Влюбился в антилопу. Тут поднялся колдёж и лай, И только старый попугай Громко крикнул из ветвей, Жираф большой ему видней. Ну и что же, что рога у ней? Кричал жираф любовно. Нынче в нашей фауне Равны все пороговна. Если вся моя родня Будет ей не рада, Не пеняйте на меня, Я уйду из стада. Тут поднялся колдёж и лай, Только старый попугай Громко крикнул из ветвей, Жираф большой ему видней. Папе антилоп ему, Зачем такого сына? Все равно, что в лоб ему, Что по лбу, все едино. И жирафом взять брюшит Виталий Астолопа, И ушли к бизонам жить С жирафом антилопа. Тут поднялся колдёж и лай, Только старый попугай Громко крикнул из ветвей, Жираф большой ему видней. Жёлтой шаркой Африки Не видать идиллии, Льют жираф с жирафикой Слёзы крокодильей. Только горе не помочь, Нет теперь закона, У жирафа вышла дочь замуж За бизона. Пусть жираф был неправ, Но виновен не жираф, А тот, кто крикнул из ветвей, Жираф большой ему видней. Извините, У меня немножко расстроилась гитара. Дело в том, что эта гитара Очень известного мастера Шуликовского. Он, к сожалению, больше не живёт. И я её не рискую никому дать чинить. Поэтому она всё время У меня чуть-чуть расстраивается, Я её быстро поправляю. Вот, ещё одна шутка. Ну, я думаю, что это очень уместно Спеть по телевидению, Потому что сейчас даже телевидение Представляет свой экран Для диспутов и дискуссий Относительно всевозможных чудес, Который якобы вокруг нас существует. Это и летающие тарелки, Которые многие видели, А некоторые в них уже и летали. Это и всякие чудовища, Которые обитают там, Где им не положено обитать. Это и филиппинские врачи, Которые режут без ножа И довольно успешно. Правда, те, Которые пользовались их услугами, Те уже ничего не говорят. А вот те, Которые собираются и надеются, Те разговаривают много. И, конечно, Пермудский треугольник. Ну, просто невероятное количество споров. Некоторые даже слышали Какое-то радио, Которое объявило, Что притащили в Одессу Уже наше научное судно, И где только два Совершенно ничего Немогущих объяснить человека. Значит, сдвинутых. Ну, в общем, короче говоря, Был такой поток информации Отовсюду, В основном в виде сплетен, Что я решил написать песню, Которую я исполняю В спектакле нашего театра, Который называется В поисках себя. Это спектакль-концерт. Играем мы его примерно, Ну, там, несколько раз в месяц, Ну, скажем, 4-5 раз в месяц В 10 часов вечера вместо Или вместе со спектаклем «Антимиры», Который идет у нас вот уже, По-моему, лет 11-12. Послушайте эту шуточную песню. Дорогая передача, Во субботу, чуть не плача, Вся канадчика удача К телевизору рвалась. Вместо, чтоб поесть, помыться, Уколоться и забыться, Вся безумная больница У экрана собралась. Говорил, ломая руки, Краснобай и баламут, Про бесилие науки Перед тайною Бермуд. Все мозги разбил на части, Все извилины заплел, И канадчиковые власти Колют нам второй укол. Уважаемый редактор, Может, лучше про реактор, а? Про любимый лунный трактор, Ведь нельзя же ход подряд, То тарелками пугают, Дескать, подлые летают, То у вас собаки лают, То у вас руины хворят. Мы кое-чем поднаторели, Мы тарелки бьем весь год, Мы на них уже собаку съели, Если повар нам не врет. А медикаментов груды Мы в окно, кто не дурак, Вот это жизнь, и вдруг бермуды, Вот и раз, нельзя же так. Мы не сделали скандала, Нам вождя не доставало, Настоящих буйных мало, Вот и нету вожаков, Но на происки и бредни, Все эти есть у нас и бредни, И не испортят нам обедни, Злые происки врагов. Это и худые черти Пермутят воду во пруду, Это все придумал Черчилль В восемнадцатом году. Мы про взрывы, про пожары Сочиняли ноту ТАСС, Тут примчались санитары И зафиксировали нас. Тех, кто было особо боек, Прикрутили к спинкам коек, Бился в пене параноик, Как ведьмак на шабаше. Это развяжете полотенцы, И на веры изуверции, Нам пермутно на сердце, И пермутно на душе. Сорок душ посменно воют, Раскалились до вела, Во, как сильно беспокоют Треугольные дела. Все почти с ума свихнулись, Даже кто безумен был. И тогда главврач Маргулис Телевизор запретил. Вон он змей в окне маячит, За спиной у штепсель прячет, Подал знак кому-то, Значит, фельдшер вырвет провода. И нам осталось у колодца И упасть на дно колодца, И там пропасть на дне колодца, Как в Бермудах навсегда. А он донтист, надомник Рудик, У его приемник Рундик. Он его ночами крутит, Ловит контрфаерье. Он там был купцом по шмуткам, И подвинулся рассудком. А к нам попал вполне не жутком, С растревоженным желудком, Ну и с номерочком на ноге. Он прибежал в взволнован крайне, И сообщением нас потряс, Будто наш научный лайнер В треугольнике погряз, Сгинул топливо истратив. Весь раз пался на куски, Но двух безумных наших братьев Подобрали рыбаки. Те, кто выжил в катаклизме, Прибывают в пессимизме. И вчера в стеклянной призме К нам в больницу привезли, И один из них, механик, Рассказал, сбежав от нянек, Что Бермудский многогранник Незакрытый пуп земли. Что там было, как ты спасся, Каждый лес и приставал, Но механик только трясся И чина реки стрелял. Он то плакал, то смеялся, То щетинился, как ёж. Он над нами издевался, Ну сумасшедший, что возьмёшь? Взвился бывший алкоголик, Матершинник и крамольник. Говорит, надо выпить треугольник, На троих ёд, а ёж Разошёлся, так и сыпить, Треугольник будет выпить, Будь он параллелепипит, Будь он круг. Пусть безумная идея Не решайте сгоряча, Отвечайте нам скорее Через доку главврача С уважением, дата, подпись, Отвечайте нам, а то, Если вы не отзовёте, Мы напишем в спорт лото. Вот такая шуточная песня По поводу телевизионной Передачи, скорее, Всех этих сплетен и небылиц Относительно Бермудского треугольника. И, наконец, я бы хотел Закончить Своё выступление песней, Которую я особенно люблю. Песни, написанные для другого моего друга. Почти ни одна картина его Не обходится без моих песен. Это Виктор Туров. Работает он на «Беларусь» в фильме. И я для него писал, конечно, Песни в основном на военные темы. Но там были и лирические песни. Хотя, в общем, всё лирические песни Это всё то, что ты думаешь. Это твои собственные мысли И твоё отношение. Я не знаю, почему ко мне Меня упрекают. Почему ты не пишешь лирических песен. Вероятно, путают лирические песни С песнями... Значит, с любовной лирикой. У меня есть песни На тему о любви. Я надеюсь, я их спою. Я сейчас готовлю новый диск. Новую пластинку. Надеюсь, что скоро это будет записано. И там вы услышите песню о любви. А сейчас... Так... Кто сказал, Всё сгорело дотла? Больше в землю Не бросите семя. Кто сказал, Что земля умерла? Нет. Она затаилась на время. Материнство не взять у земли. Не отнять. Как не вычерпать море? Кто поверил, что землю сожгли? Нет. Она почернела от горя. Как разрезы траншеи легли. И воронки, как раны сияют. Обнажённые нервы земли. Неземное страдание знают. Она вынесет всё, Переждёт. Не записывай землю в калеки. Кто сказал, Что земля не поёт? Что она замолчала навеки? Нет. Нет. Звенит она, Стон и глуша. Изо всех своих ран, Изо души. Ведь земля, Это наша душа. С сапогами. Не вы тогда души. Кто поверил, Что землю сожгли? Нет. Она затаилась на время. Благодарю вас. Любовный вопрос. Пожалуйста. 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 Баллада о любви, Которая тоже, К сожалению, не состоялась в фильме. Ещё раз, можно ли? Пожалуйста. Я хочу вам спеть песню из многочисленных упрёков, Которые содержатся тоже в этой почте гигантской, Которые сейчас вот из писем, В письмах, которые я сейчас получаю. Это упрёк в том, что я не пишу любовные лирики. Это неправда. Я писал песни о любви, безусловно. И писал всем своим женам. Особенно теперешней своей жене. Вот. Но это наши личные песни. Кстати, она сама пела мои песни, Написанные специально для неё. И пела их по-русски. И есть запись. И сейчас вместе с болгарами выпущена пластинка, Где она тоже, по-моему, поёт. И в картине у Виктора Турова, Самой последней его картине, Звучат две песни в исполнении Марины. Она поёт их на русском языке. Текст и музыка моей. Вот. А я вам хочу спеть песню, которую, возможно, Вы никогда не слышали. Это первый раз. Песня называется «Баллада о любви». Должна она была звучать в фильме «Стрелы Робин Гуда». Когда вода всемирного потопа Вернулась вновь к границе берегов. И с пеной уходящего потока На сушу тихо выбралась любовь И растворилась в воздухе до срока, А срока было сорок сороков. И чудаки, И чудаки, Ещё такие есть, Вдыхают полной грудью эту смесь. И ни наград не ждут, Ни наказания. И думая, что дышат просто так, Они внезапно попадают в дар Такого же неровного дыхания. Я поля Влюблённым Постелю Пусть поют Во сне И наяву Я дышу И значит Я люблю Я люблю И значит я Живу И много будет странств и скитаний Страна любви великая страна И с рыцарей своих для испытаний Всё больше станет спрашивать она Потребует разлук и расстояния Лишит покоя, отдыха и сна Но вспять безумцев Не поворотить Они уже согласны заплатить Любой ценой И жизнью брезгнули Чтобы не дать порвать Чтоб сохранить Волшебную невидимую нить Которую Меж ними Протянули Свежий ветер Из бродых Пьянил С ног Би воспевал Из мёртвых Воскрешал Потому что Если Не любил Значит и не жил И не дышал Но многих захлебнувшихся любовью Не докричишься, сколько не зови Им счёт ведут молва и пустал в слове Но этот счёт замешан на крови А мы поставим свечи в изголовье Погибших от невиданной любви И душам их дано бродить в цветах Их голосам дано сливаться в такт И вечностью дышать в одно дыханье И встретиться со вздохом на устах На хрупких переправах и мостах На узких перекрёстках мироздания И я Я поля Влюблённым Постелю Пусть поют Во сне И наяву Я дышу Я дышу Я дышу И значит Я люблю Я люблю И значит я Живу Живу Вот и всё Я благодарю вас за внимание Ко мне К моим друзьям Я надеюсь что я В общем пока конечно я живу И пока могу Двигать рукой И пока думаю Я безусловно буду продолжать Писать песни И если мои друзья Будут того желать Я буду писать эти песни Для их картин Для спектаклей Вот Ну и естественно Просто для своих друзей Знакомых И если я их сегодня приобрёл Ещё в лице каких-то Людей которые Совсем Не знали ничего обо мне Кроме Ролей Сыгранных мною в фильмах Кстати какая странная вещь Очень часто Отождествляют Вот Человека Ну предположим меня С теми персонажами Которых я играл В кино Или от имени которых Пою песни свои Понимаете Получается просто Удивительные вещи Иногда например В письме спрашивают Зачем ты убил лошадь В фильме служили два товарища Вот Просто на полном серьёзе Или письма Получается сейчас По поводу нашей картины МВД Капитану Жеглову То есть Люди Хотят думать Что существует Такой персонаж Просто с которого Артист Высоцкий Взял Значит подсмотрел За ним Поглядел И сыграл Вот написали сценарий Вайнера И он сыграл Вот этого самого Капитана Жеглова Который существует Работает До сих пор Значит находится Ну он немножко постарше Конечно Но работает в Муре И ещё Обманывает их То что Я почти все Свои песни Пишу И пою От первого лица Я всегда говорю я Это вероятно Вводит в заблуждение Людей И поэтому Я часто получаю письма В которых Меня спрашивают Проходил ли я Через все эти коллизии О которых идёт речь В песнях Был ли я Значит Шофёром Служил ли в армии Был ли Плавал ли На подлодке И так далее И так далее Я не могу сказать На всё да Потому что кое-что прошёл Но вообще понадобилось бы Просто много жизни Для того чтобы Всё на своей шкуре испытать Нет Конечно нет Я думаю что Я рискую говорить я Вовсе не от ячества Во первых потому что Во всех этих вещах Есть Мой взгляд На этот мир На эти проблемы На людей На события О которых я пишу Мой Только мой собственный Мой взгляд И ещё Из-за того что В отличии от моих собратьев Которые Пишут стихи Я актёр И я часто играл Роли других людей И часто бывал В шкуре другого человека Поэтому возможно мне Проще писать Из Чьего-то образа Понимаете Вот может быть из-за этого Я так часто пишу Говорю От первого лица И эти песни Стали называться Песни монологии Кто это первый назвал Так эти песни Я не знаю Но во всяком случае Я не возражал На здоровье Пусть они называются Песни монологии Вот Разрешите с вами Попрощаться Всего вам доброго Если я Не разбудил Ваших детей И не сильно Потревожил Ваши барабанные перепонки Я очень рад Рад Встрече с вами С этого экрана Спасибо Спасибо Спасибо